Заболевания щитовидной железы получают всё больше и больше распространения, но их симптомы различны и зависят от типа недуга. Что общего между учащённым сердцебиением и, наоборот, очень редким пульсом? Что общего между постоянной мерзлявостью, либо, наоборот, ощущением того, что тебе жарко и не хватает воздуха? На самом деле, всё это симптомы болезни щитовидной железы. Но сегодня мы поговорим о том, могут ли продукты пчеловодства повлиять на работу щитовидной железы. Сегодня вы узнаете об этом. Понять, как связаны продукты пчеловодства и щитовидная железа, нам поможет необычный герой. Здрасте, Мишка! Кто ещё больше специалист по продуктам пчеловодства, как не медведь? Попросим Мишку открыть наш улей. Так. Что нам принёс Мишка? Что нам принёс Мишка? Ого-го-го! А это, между прочим... Маточное молочко. Точно. Это оно. Маточное молочко применяется для лечения огромного количества заболеваний. Но, что особенно важно для нас, достаточно часто маточное молочко применяется для лечения заболеваний нейроэндокринной регуляции. То есть заболеваний, связанных с нарушением регуляции работы эндокринных желез. В том числе и щитовидной железы. Серёж, а как его применять? Применять его сублиновально, то есть под язык. Потому что те биологически активные вещества, которые содержатся в маточном молочке, они разрушаются при воздействии желудочного сока. В то же самое время в ротовой полости они всасываются через слизистую и воздействуют в полной мере. Считается, что терапевтическая доза находится в диапазоне от 300 до 500 миллиграммов. То есть обычно это размером со спичечную головку. Небольшое такое количество маточного молочка. Человек его рассасывает в течение примерно 5 или 10 минут. И уже это оказывает положительный эффект. Мишка, а что ты нам ещё принесёшь? Так. Так. И это у нас... Это у нас прополис. Установлено, например, что прополис эффективен в качестве антибактериального вещества. Он обладает противогрибковым действием. Он уничтожает вирусы, в том числе вирус герпеса. И всё это в полной мере реализуется от такого небольшого кусочка прополиса. Да. Что очень важно, прополис является богатейшим источником йода. Вот я как раз и хотела спросить, что всем известно, что прополис это бактерицидное средство. А то, что оно ещё может помочь при щитовидке, что в нём достаточное количество йода... На самом деле, это действительно богатейший источник йода в средней полосе России, во-первых. Во-вторых, при очень многих инфекционных заболеваниях прополис сам по себе помогает. В том числе при заболеваниях бронхолёгочной системы, при заболеваниях печени весьма прополис эффективен. Но, если говорить о щитовидной железе, то действительно, употребление настойки прополиса, либо водного лиофилизированного экстракта прополиса положительно сказывается на её функции. Помимо всего прочего, прополис содержит аминокислоту тирозин. Именно из этой аминокислоты организм синтезирует гормоны щитовидной железы. Так что... Какой удивительный продукт конкретно для лечения щитовидной железы. Мишка, что ещё ты нам принёс? Ой. Пчёлки. И что бы это начало? Мишка принёс нам пчёлки. Благодарю, мой хороший. На самом деле, не зря Мишка принёс сразу двух пчёл. Всё дело в том, что пчёлы могут применяться разными способами. Одним из методов апитерапии является пчелоужаление. Всё дело в том, что яд пчелиный содержит целый набор биологически активных веществ, значительная часть которых влияет на кору надпочечников человека. Под действием пчелиных укусов усиливается синтез гепарина, вещества в нашем организме, которое обладает рассасывающим действием, препятствующим образованию тромбов. И установлено, что вот этот гепарин рассасывающий влияет на различные доброкачественные новообразования. Это касается и новообразования предстательной железы, и щитовидной железы тоже. Также пчелоужаление, применяемое при диффузном токсическом зобе, либо при узловом токсическом зобе, очень часто даёт положительный эффект в достаточно короткие сроки, сравнимые со сроками лечения фармакологическими препаратами. Близким действием, но менее болезненным является использование отваров или водных экстрактов из тел пчёл, из так называемого подмора. Установлено, что в теле пчелы содержится большое количество гепариноподобных веществ, которые по химической структуре похожи на тот гепарин, который вырабатывается в человеческом организме. Эти отвары эффективно разжижают кровь и способствуют рассасыванию доброкачественных новообразований, в том числе и щитовидной железы. Мишка, спасибо большое тебе! Спасибо, спасибо! Пока-пока! Теперь вы, дорогие зрители, знаете, что помимо лекарств, которые назначил вам врач, принести пользу щитовидной железе могут прополис, маточное молочко и укусы пчёл.